Привет, друзья! Ну что, с очередной у меня покупочкой. Что-то меня в последнее время потянуло на орхидеи. Да и привозить их стало почаще, но все равно у нас цветы не эксклюзивные, обычные. Ну, сейчас покажу свою. У меня, я купила две орхидейки. Сейчас покажу первую орхидейку производителя GMP, Польша. Что-то в последнее время они к нам часто стали завозить орхидейки на удивление. Вот. Ну, меня потянуло, ребята и девчата, на венозниц. Орхидейки, венозницы. Может, кому-то они не нравятся. Я тоже как бы раньше на них не обращала внимания. Что-то мне вот захотелось все посмотреть. Какая красота! Во, какие вены! Сама она... Ну, такой цвет желтый. Вены такие рыжие. И посмотрите, какая алая губа. Неоновый носик. Вот такая красавица. На две веточки. Цена демократическая. Вот. Это первая моя покупочка. Вот такая венозница. Красивый беглипчик. И, кстати, названия этого беглипчика нету. Девчата, ребята, поделитесь, пожалуйста, названием. Не знаю. Буду искать в интернете. Вот такая моя первая покупочка. Вот. Ну, и вторая у меня тоже венозница. Тоже производитель GMP Польша. Вот. Тоже на две веточки. Но вот такая расцветка. Вот такая ярко-сиреневая. И вот такие вены. И вот такая губа интересная. Вот. На две ветки. И, видите, еще даже будет, наверное, распуск. Вот. Вот такие две красавицы у меня сегодня. Вот со стороны. Красивые, правда? Хоть и простенькие, но вот что-то потянуло на венозниц. Что я буду с ними делать? Значит, выниму из пакетов. Так. Просмотрю там корни. Корни, они неплохие. Сейчас я вам покажу. Уже, видите, сухие. Их надо уже поить. Вот. О! Подождите. Это что? Название? Фаленопсис Full Bloom. Наверное, название. Хотя тут на самом горшочке... А, нет, вот есть название. Вот, видите? Вот название одной орхидейки. А, нет, это... На ее... Узевак. Не знаю. Короче, надо будет как-то разобраться. Вот. И давайте посмотрим у второй тоже. Видите? Корешки неплохие. И название... А, нет. Full Bloom это... Это не название фаленопсиса. Это что-то другое. Здесь, видите, написано одна ветка. А, по итогу, здесь две ветки. Наверное, производители ошиблись. И, кстати, здесь тоже написано одна ветка. А, по итогу, у нас тут две веточки. Ну, орхидейки неплохие. Короче, сейчас я их распакую. И внимательно с вами посмотрим их. Ну, и я прошу, пожалуйста, кто знает, вот название вот этой орхидейки. Вам поближе покажу вот эту красавицу. Делитесь, пожалуйста. Буду очень благодарна. И вот этой вот красавице. Тоже не знаю название. Ну, сейчас распакую. Девчонки, когда распаковывала орхидейки, вылетела мошка какая-то. Ну, это, скорее всего, наверное, трипс. Может, грибной комарик. Но все равно надо обязательно обрабатывать. Вот. У меня скорая помощь для орхидей, для обработочки от насекомых. Это бонафорте. Мне нравится. Ну, вот я вам поближе эту красоту покажу. Вот это и вот это. Красота. Это натуральный цвет. Вот такие они есть на самом деле. То есть, камера нормально все отображает. Ну что, сейчас я протру от пыли и грязи листочки ватными дисками. Так. И обработаю полностью бонафорте от насекомых свои цветочки. И обязательно с обратной стороны, раз отсюда вылетели трипсы, надо... Только если вы будете цветы обрабатывать, с тыльной стороны прыскайте. Потому что, если попадете вот сюда, вот на колоночку, вот в этот носик, орхидейка подумает, что ее опылили и может сбросить цветы. Так что, аккуратно опрыскиваете. Вот. Ну что, буду заниматься. Кстати, сейчас покажу. Вот распаковала. Видите, шейка нормальная, корни нормальные. Но, девчонки, последнее время стал не грунт, а просто мусор. Тут какие-то щепки, палки, в общем, непонятно что. Мне это не нравится, но орхидейки себя как бы в этом грунте неплохо себя чувствуют. Вот, шейка вроде бы нормальная, все нормально. Вот, поэтому я их пересаживать не буду. Пусть стоят у меня, адаптируются к моим условиям. Ну, в общем, я сейчас обработаю их от насекомых и поставлю на карантин на два месяца. Пусть радуют меня. Все. Всем пока. Всем хорошего настроения. И жду вас на своем канале.